В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте, с вами Олеся Харлина. Коротко о главных криминальных событиях недели. Вместо Филипп Моррис фантики, вместо миллионов уголовный срок. Полицейские предъявили доказательства крупной аферы. Кошелек и жизнь. Пойманный рощинский грабитель признался в убийстве. Кто он? Агент 000. Гадалка предсказала ему проклятие, а милиция ловила того, кто для нее же стучал. Рязанские полицейские разоблачили хитрую схему мошенничества стоимостью более 25 миллионов рублей. Вся эта история началась давно и год назад попала в новостные сводки совершенно под другим соусом. Например, к нам в редакцию главный фигурант уголовного дела Виталий Денисов обратился сам. Мужчина утверждал, он учредитель оптовой фирмы «Диона». Компания приобрела сигареты на солидную сумму, поместила их на склад, застраховала, а спустя несколько дней вся партия исчезла. А сотрудники полиции, по его словам, договорились со страховщиками и обвиняют в краже его самого. Вставляют палки в колеса всеми возможными способами, как только могут, как хотят. Именно Росгострах? Да, именно Росгострах. То есть четко понятно и даже там от знакомых, скажем так, сотрудников милиции узнал о том, что проплатили, скажем так, прямо, просто проплатили, чтобы вставляли мне именно в палки в колеса. Что хотят увидеть, не знаю. Отслеживают там все мои встречи, ВКонтакте, бегают за мной, там, не знаю, фотографируют. Машины элементарно срисовываются, то есть ездит там три машины. А вот и враг номер один, тот самый следователь Тарасенко, который, по словам предпринимателя, то и дело затягивал и запутывал следствие. Было установлено, что хищения имущества на самом деле не было. Данное уголовное дело было мной прекращено за отсутствием события преступления. Этот сценарий в планы задержанного не входил. Он подал жалобу сначала в Октябрьский суд, а затем в областной. Но вскоре появилось уже дело не о краже, а о мошенничестве в отношении его самого. Как раз на это господин Денисов и жаловался, настойчиво заявляя, что он весь в долгах и не намерен отдавать свои деньги. Тогда сотрудники полиции в интересах дела от комментариев отказались, дав лишь одну любопытную информацию. Руководители компании Диона уже и до этого не раз обвиняли в мошенничестве, но весомых доказательств тому не нашлось. Зато сегодня уже установлено, что вместо товара на сумму 25 миллионов 850 тысяч рублей были закуплены коробки и скотч с логотипами под Филипп Моррис. Цена вопроса около 130 тысяч рублей. И все клятва задержанного, что он при всем желании не смог бы незамеченным вывезти сигареты со склада, разбили советские доказательства. Красть было попросту нечего. В августе 2011 года руководитель данной фирмы завез тысячу гофрокоробов с логотипами сигаретной марки «Парламент» в специально арендуемый им для этих целей склад. Разместил их на 21 евро по дом, также заказанный у одной из организаций города Рязани. Обтянул данные гофрокороба с логотипами сигаретной марки «Парламент» полипропиленовой пленкой «Стреч» и перемотал скотчем для придания устойчивости. После чего предоставил данные макеты коробок страховому агенту в качестве реального товара сигарет марки «Парламент» на сумму 25 миллионов 750 тысяч рублей на страхование. По словам следователя, помощники Виталия Денисова о его преступных намерениях не знали, а потому отвечать за содеянное ему придется одному. Из-за совершения мошенничества, предусмотренного наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет, за заведомо ложный донос предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Честно говоря, непонятно только одно, зачем задержанному понадобилась такая огласка и для чего он вообще создал вокруг себя столько лишней суеты. Не боясь, что, например, те же изготовители коробов, которым он представился чужим именем, его узнают и разоблачат. Мы привыкли, что облик преступника, как правило, соответствует определенному шаблону. Неблагополучный, выпивающий, безработный. В следующей истории как раз все наоборот. В убийстве соседа обвиняется положительный семьянин. Мужчина накануне, правда, выпили, затем повздорили, после чего один трижды ударил ножом другого. После совершения данного убийства подозреваемый с места совершения преступления скрылся и на собственном автомобиле уехал в Московскую область, где по дороге совершил дорожно-транспортное происшествие, а именно наезд на столб. Исход аварии мог обернуться еще одной трагедией. Сейчас задержанный не понимает, как такое произошло, и сотрудничает со следствием. Информация о рощинском злодеи, который нападает на женщин с ножом, ходила по городу несколько месяцев. Одни утверждали, что преступник – плод фантазии, другие поговаривали о серийнике. Ни то, ни другое органы следствия, разумеется, в избежании шумихи не подтверждали. Сегодня мы можем показать кадры следственного эксперимента с человеком, который признался в ряде краж и убийств. На счету задержанного уже 4 эпизода преступной деятельности. Показания он начал давать сам. Следователи подозревают, что это далеко не полный список криминальных приключений. Своих несчастных жертв преступник выслеживал по-разному. Одних встречал прямо на улице, других высматривал в кафе или заманивал за угол под самым житейским предлогом. Извините, вас там кто-то спрашивает. Последняя жертва отделалась синяками и спугом, а вот предшественнице повезло меньше. 3 марта в одной из квартир многоэтажного дома постучала окровавленная женщина. Ей пришлось преодолеть трудный путь, чтобы позвать на помощь, но скорая уже не успела. 3 марта встретила около 3 часа ночи девушку. Она направлялась в сторону Южного. И я решил ее ограбить, доходя до 57-й школы в Урл безлюдное место. И зашла она в тематуру, кто-то я к ней подбежал, и я сразу ударил ножиком в шею. Именно внезапность, по словам следователей, помогала задержанному так долго оставаться безнаказанным. Будь потенциальных жертв пару лишних минут, любая из них смогла бы дать отпор и скрутить обидчика сама. Одной девушке даже удалось отнять у него нож. Видимо, этот опыт и подвиг его всегда действовать из-под тяжка. Исходя из этого, предварительно можно сказать, что если подтвердятся еще все остальные эпизоды преступной деятельности, то молодому человеку угрожает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Его называли агентом 000. Он был жестоким убийцей, но находился под защитой милиции как главный стукач и работал сообщником из органов. Согласно документам, преступники побывали в доме знаменитой ясновидящей Марты с Голубой горы. Она предсказала маньяку проклятие и гибель. Шок – это слишком мягкое слово для описания состояния, в котором пребывала Латвия начала 80-х годов. Школьницы шли с занятий сплоченными группами. Мужья встречали своих жен с поздних поездов. Повсюду дежурили усиленные наряды милиции. В каждой подворотне законопослушным гражданам мерещился один из самых жестоких маньяков Советского Союза – Станислав Рогалев. Своих жертв он душил тем, что попадалось под руку, а если девушка сильно сопротивлялась, бил ее резиновым шлангом, набитым песком, ломая кости. Иногда прибегал к более интеллигентному способу – подливал свой фирменный дурман в вино или ликер, которым щедро угощал очередную даму. Зелье действовало быстро и эффективно, лишало способности сопротивляться и, что особенно полезно, отбивало память. Одна женщина после такого угощения оказалась в психбольнице. Очень сложно было поймать по ряду причин. И вот 21 жертва – это вот довольно, можно сказать, серьезный прокол правоохранительных органов, когда столько времени маньяк действовал и столько человек убил. Говорят, в милицию поступило неофициальное распоряжение – живым маньяка не брать. Но так уж получилось, что задерживали его двое молодых сотрудников, которые о тайном приказе не знали или якобы не знали. Рогалев, конечно, пытался бежать, но когда услышал два выстрела в воздух, послушно лег на землю. В его квартире были найдены орудия преступления и вещдоки, да и сам он охотно давал показания. Часто нападали на приезжих девчонок, женщин, те, кто приезжали в Прибалтику отдыхать. Когда люди шли где-то через лес, вроде как отдыхающие, чувствовали себя свободно, он один или вместе с напарником нападали на женщин, насиловали, грабили их. Ряде случаев дожидались, когда девушка и женщина выйдут из кафе. Преступник часто охотился в подъездах и сельских автобусах, обычно под вечер. Он не планировал заранее, куда поедет, и потом сам не мог понять, как оказался на данной станции или в лесу. Приметы преступника были известны, но кто он такой, было довольно сложно установить. И этому было логичное и циничное объяснение. Рогалев был важным осведомителем Алоиса Вазниса, начальника местного УГРО. Милицейский чиновник не раз спасал его шкуру. В награду за верность покровитель подбрасывал маньяку информацию об уголовных делах, признавшись в которых его сочли бы сумасшедшим и, разумеется, не посадили. Кстати, действовал преступник очень часто не один, а с сообщником, который имел далеко не последние отношения к органам. Милицейское начальство его ценило. Еще бы, внимательный к деталям, умел анализировать язык подвешен. Деньги у него водились всегда. А если что, звонил шефу. Тот меньше 50 рублей, немалые деньги по тем временам не давал. Станислав Рогалев. Родился в Латвии в 41-м году. Мать, староверка по имени Киликия, отец, поляк Ян, сгинул на войне, отступив вместе с Красной Армией. Мать бросила ребенка родственникам через 3 месяца после его рождения. Попала в тюрьму. В следующий раз сына она увидела лишь через 8 лет. В 15 сын тоже сел за грабеж. До 80-го года он был 4-жды судим. Причем одно обвинение было связано именно с изнасилованием. Но своим триумфом маньяк считал последние полтора года. 21 нападение на женщин. Больше половины жертв погибли. Высокий, плечистый, вхож во все рижские кабаки, куда простому смертному было не попасть. Дамы клевали на него как сумасшедшие. Их интуиция молчала до того момента, когда вместо маски обаятельного ухажера показывался звериный оскал. Впрочем, среди его жертв есть и совершенно незнакомые женщины, которые случайно встречались на пути маньяка. Незадолго до ареста Рогалев с напарником украли в храме серебряный крест, который успели обменять на 500 пуль. Не исключено, что свои следующие преступления они планировали совершать серьезным оружием в руках. Поговаривали и небезосновательно, что убийца прекрасно знал подробности расследования. За его преступления, что тоже вполне в духе советской милиции, успели поплатиться другие преступники. Подвела самоуверенность. Он с детства страдал галлюцинациями, пил различные психотропные средства. И вот когда была убитая девушка, которая была в кафе, и ее видели с каким-то молодым человеком там, то правоохранительные органы провели после этого беспрецедентную, можно сказать, экспертную акцию. Они изъяли всю стеклянную тару. С каждого бокала и фужера пришлось снять отпечатки пальцев. И тут опять вопрос – зачем? Рогалева в таких заведениях прекрасно знали. Милиция знала о его секретах. А бокал, в конце концов, мог оказаться с любого столика. Психиатрическая экспертиза под руководством профессора Шостаковича из Московского института имени Сербского признала Рогалева вменяемым. Адвокат пытался обжаловать это решение, утверждая, что во время войны Станислав с матерью попали в бомбежку и были засыпаны землей. А раскопаны только через несколько часов. Но все это не помогло. Его приговорили к смертной казни. И он как-то вел себя уже апатично. Но когда его везли на расстрел, и в Ленинграде в аэропорту его пристегнутыми наручниками сотрудники вели. И вот он видел красивую девушку, то он оживился и говорит, вот если бы еще одну вот эту вот, я бы тогда и согласился свободно на высшие меры наказания. Наша программа подошла к концу. Если вы стали участником или свидетелем криминальных или спорных событий, обращайтесь в нашу редакцию по телефонам 520020 и 520021. Будем искать справедливость вместе. А на сегодня все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»